Саламастар Махруметто Тандастар Здравствуйте, уважаемые соотечники! Я начинаю свой прямой эфир и он сегодня будет посвящен организации лидеров, органов управлений по всей стране демократическим выборам Казахстана. Что это значит? Я хотел бы для того, чтобы озвучить нашу основную позицию от имени демократического выбора Казахстана изложить коротко ту ситуацию, которая сложилась в нашей стране. Как вы знаете, в нашей стране очень плохое экономическое положение страны и все люди, которые проживают в Казахстане, испытывают огромные экономические трудности и испытывают не только экономические трудности, но испытывают трудности практически во всем. В части прав человека, в части судопроизводства, работы правоохранительных органов, практически во всем. Основная часть нашего населения просто бедная, а по западным меркам нищая. И это при том всем, что страной руководит но султан Назарбаев уже 30 лет, 30 лет он не показал никаких успехов в развитии страны. За 30 лет человек, работая на государственной должности, никогда не работая в бизнесе, стал супермиллиардером. Состояние его оценивается свыше 200 миллиардов долларов США, а его ближайшие родственники владеют состоянием десятками миллиардов долларов США. В журнале Forbes только официальное состояние семьи Кулебаевых, зятя на султана Назарбаева, оценивается в 7 миллиардов долларов. Это то, что они решились публично озвучить. А как вы понимаете, их состояние оценивается в десятки миллиардов долларов США. И это при том, что население страны крайне бедное и нищее. А политическая верхушка супербогатая входит в число богатейших людей мира. Это во-первых. Во-вторых, но султан Назарбаев в этом году исполнится 79 лет. И он готовит устроить монархическую передачу власти членам своей семьи. Хотя по конституции страны декларируется, что Казахстан демократическое государство, декларируется, что власть будет передаваться путем выборов, на открытых выборах именно среди нашего населения. Ну, в реальности вы видите, что 30 лет нашей страной управляет султан Назарбаев. И он хочет эту практику продолжить и, по сути дела, передать власть членам своей семьи. В 20-х числах февраля этого года партия Нур-Атан объявила о своем съезде. Мы все прекрасно понимаем, что это идет подготовку к проведению внеочередных выборов президента. Выборы президента по законам страны должны состояться не позже декабря 2019 года. А практика управления страной Нур-Султаном Назарбаевым показывает, что все выборы он всегда проводил досрочно, как минимум на один год раньше. Поэтому мы все должны ожидать и понимать, что выборы состоятся в первом полугодии. Все конституционные поправки, которые позволяют оставаться ему в позиции руководителя Совета национальной безопасности, при этом назначить президентом свою дочь Даригу Назарбаеву, все необходимые поправки в законы страны сделаны. И они сделаны так, что на выборах президента наши граждане более 90% не могут участвовать, то есть быть избранными. Как я ранее уже говорил, на выборах президента имеет право участвовать только тот, кто проработал не более 5 лет на государственной службе. А сама власть заявляет, что на государственной службе у нас чуть более 100 тысяч человек, 100 тысяч чиновников. И получается, что только они имеют право участвовать на выборах или те, кто ранее работал на государственной службе не менее 5 лет. И, как вы понимаете, таких людей в нашей стране даже полмиллиона не наберется. А людей, обладающих правом голоса, право избирать и быть избранными по конституции страны, минимум около 12 миллионов человек взрослого населения. И получается, что даже 10% людей нет права быть избранными на должность президента страны. То есть более 90% населения фактически лишены этого права быть избранными на высший пост нашего государства. Даже в самых мракобесных государствах, когда в начале прошлого века женщина не имела права голоса, когда женщина не могла участвовать в избирательном процессе и в выборах участвовали только мужчины, такого не было, чтобы 90% населения были лишены права избираться на высший пост государства. Было 40%, кто вырезался из этого выборного процесса. Было 50%. Но так, чтобы более 90% не могли участвовать в выборах на высший государственный пост в стране, такого не было практически ни в одной стране мира за последние как минимум 100 лет. Вы видите, как фактически деградировало наше общество. Фактически власть полностью захвачена одним человеком и он вписывает в Конституцию любые поправки, которые улучшают его власть, его материальное благополучие, дают ему полный иммунитет, а возможного преследования он не подсуден, не подсуден не только он, но и члены его семьи. Вот, собственно, такое молчание нашего народа привело к тому, что султан Назарбаев узурпировал власть в стране. И то тревожное состояние в экономике еще усугубляется тем, что нынешний глава государства Владимир Путин в России продолжает наступательную политику по поглощению соседних стран. Сначала он это делал в Украине, захватил Крым, оккупировал восточную часть Украины. Сейчас идет активное давление на Белоруссию с требованием, чтобы Белоруссия выполнила соглашение о создании союзного государства, когда в союзе присутствуют Россия и Белоруссия, когда должны быть созданы органы межнациональные, связанные с управлением двумя государствами, и очевидно, что следующий на очереди будет Казахстан. И вы можете обратить внимание, как Нурсултан Назарбаев постоянно говорит о своих заслугах по созданию Евразийского союза. То есть он готов сдать суверенитет нашей страны ради того, чтобы будущее союзное государство ему обеспечило безопасность, безопасность в первую очередь России, потому что, вы знаете, бывший глава Украины бежал именно в Россию, именно там получил убейшее. И Назарбаев, опасаясь, что такая же ущельщик постигнет в будущем его, собственно, идет на сближение через модель евразийского сообщества или будущего союзного государства, которое будет входить в России, Белоруссии и Казахстан. И в условиях такой опасности единственный способ изменить ситуацию, не ожидать каких-то героев, не ожидать чуда, не ожидать какой-то помощи извне, нам, самим, гражданам Казахстана, проявить волю, обедниться, создать органы управления и добиться смены режима. Я вижу часто в комментариях в Ютубе и других социальных сетях некие люди пишут, зачем делить власть, нужно сначала ее взять. Но это очень наивные комментарии, потому что власть нужно брать командой. Командой людей, командой сторонников, командой управленцев, командой именно тех людей, которые завтра возьмут на себя ответственность по управлению страной, не допустят хаоса и построят именно ту страну, которую ожидает наше общество. Мы не должны повторять и снова строить то, что построил Нусултан Назарбаев. Вчера мы бежали от авторитарного Советского Союза, а сегодня мы пришли к олигархическому капиталу. И главный олигарх это Нусултан Назарбаев, когда власть в стране принадлежит лично ему одному, и все богатства принадлежат тоже ему и его ближайшему окружению. Мы должны понимать, какое общество мы хотим построить, каких сторонников мы ищем. В этой связи я хотел бы объявить о том, что демократический выбор Казахстана именно поэтому сейчас организовывает команду лидеров, лидеров на всех уровнях власти. В правительстве, в областях, населенных пунктах, различных городах, ведомствах, национальных компаниях мы сейчас объединяем наших сторонников. Наших сторонников, которые разделяют политическую платформу демократического выбора Казахстана. Что она предполагает? Политическая платформа демократического выбора Казахстана предполагает, что мы должны построить демократическое государство, парламентскую республику без должности президента, когда правительство назначает депутаты, избранные народом, на прямых выборах. Именно таких депутатов, которые под отчетный народу, именно тех депутатов, которые болеют за интересы страны, не тех кукол, которые сейчас сидят в парламенте и которых фактически назначил Нурсултан Назарбаев. Они преданы лично ему. Они не появляются у вас в регионах, когда у вас какие-то проблемы. Они не появляются, потому что они служат лично Нурсултану Назарбаеву. Они не появляются там, у вас в регионах, потому что вы их не избирали. Они не являются моральными авторитетами нашего народа. Именно народные депутаты завтра придут в парламент и назначат народные правительства. И мы должны сформировать команду народных лидеров, которые хотят построить такую парламентскую республику. Политическая платформа демократического выбора Казахстана говорит о том, что все акимы областей, городов, районов, любых населенных пунктов будут избираться народом на прямых выборах. Они не будут назначаться ни президентом, ни правительством, ни отдельными депутатами. Их будет избирать народ. И именно тогда избранные народом акимы будут работать на народ, на государство. Мы будем избирать судей. И тогда эти судей, которые сейчас назначаются Назарбаевым, будут честно исполнять свой долг. И тогда вы можете верить нашей судебной системе. Уважаемые друзья, именно те, кто разделяет политическую платформу демократического выбора Казахстана, именно те, кто хочет видеть завтра свободный Казахстан, неавторитарную страну, именно те, кто готов приложить свои силы, свой талант, свои знания построения нового государства. Мы именно тех приглашаем участвовать в построении нового государства. И мы в этой связи объявляем о поиске таких лидеров. Вы должны понимать, у нас в стране большое количество различных министерств, ведомств. Нам нужны министры, народные министры, нам нужны заместители министров, нам нужны директора департаментов, нам нужны такие руководители, которые не назначены сверху, а которые пришли во власть в результате конкурентной борьбы, потому что они профессионалы, потому что они сильные управленцы, потому что у них есть идеи, потому что они честные, потому что они думают о будущем своей страны. Именно таких людей мы ищем по всей стране. когда режим Назарбаева будет сменен, и сменен он должен быть нами, политическим движением демократических выборов Казахстана, потому что на данный момент нет ни одной политической силы, которая бы заявила о своих намерениях прийти во власть путем смены этого режима, причем смены мирным путем. мирным путем добилась буквально недавно успехов Армения, когда в апреле-майе прошлого года десятки тысяч людей вышли на улицы и добились смены правительства, которое просуществовало суммарно при президенте Сарксиане около 20 лет. Поэтому мы сумеем добиться мирной смены режима, если мы организуем десятки тысяч наших сторонников по всей стране. Как вы понимаете, именно лидеры, которые сменят весь слой назначенцев Нусултана Назарбаева, именно они в состоянии изменить страну. Давайте порассуждаем, кто такой Нусултан Назарбаев. Нусултан Назарбаев это человек, который присвоил себе власть на выборах, он фальсифицирует итоги выборов через своих представителей Центральной Избирательной Комиссии, через своих назначенцев Акимов областей, районов, городов он фальсифицирует итоги выборов и таким образом самоназначается на должность президента страны. Если эти люди не будут его поддерживать, если представители силовых структур тоже его не будут поддерживать, Нусултан Назарбаев никто. Он никто, он даже в туалет не сможет сходить, потому что он туда входит в сопровождении охранников. Если этих охранников не будет, которые его будут защищать, он не сможет дорогу в туалет найти. И когда завтра мы добьемся смены этого режима, и Нусултан Назарбаев решит убежать из страны, он не сможет убежать, потому что летчики не захотят его вывозить за пределы страны, они откажутся лететь. И кто тогда, Нусултан Назарбаев, это будет перед вами жалкий старикашка. Вы должны понимать, без той поддержки тех людей, которых он назначил во все структуры власти, он из себя ничего не представляет, его никто не поддерживает, кроме узкой прослойки назначенцев, которых он сам назначил. Поэтому мы должны изменить ситуацию в каждом ведомстве, в каждом министерстве, на всех уровнях власти, акиматах областей, районов, городов, других населенных пунктов, мы должны произвести тотальную смену руководителей нового поколения, тех людей, которые действительно хотят построить некоррумпированную процветающую страну. И как вы понимаете, таких сторонников у нас должно быть тысячи, десятки тысяч. И когда это произойдет, когда мы такую команду сумеем собрать, но Султан Назарбаев потеряет власть в один день, как вчера так развалился Советский Союз, вчера вечером мы были в Советском Союзе, а утром проснулись, Советского Союза войны, без какого-либо сопротивления не стало такого супер монстра, это был колосс на глиняных ногах, который развалился за один день. Так вот, власть Нуртан Назарбаева именно вот такой колосс на глиняных ногах. Я в этой связи хотел бы объяснить, что мы хотим сделать и что мы ожидаем от вас, наших сторонников. Мы ожидаем различных программ развития, например, по развитию сельского хозяйства, по развитию легкой промышленности, по развитию здравоохранения, спорта, культуры. Мы ждем от вас программ развития городов, областей, населенных пунктов. Мы ждем от вас предложений по развитию транспорта. Мы ждем от вас по предложения по развитию науки. Во всех сферах жизни человека, во всех сферах жизнедеятельности нашей страны мы ищем и ждем тех людей, которые хотят сменить режим, которые поддерживают политическую платформу демократического выбора Казахстана и которые вместе с нами готовы добиться перемен. не ждать, что кто-то за нас это сделает, не ждать, что перемены произойдут сами по себе, не ждать, когда умрет султан Назарбаев, как я много раз говорил, это ничего не изменит, потому что вместо него придут его родственники, придет его окружение, этот мафиозный режим продолжит свое существование еще несколько десятков лет. И всему этому мы должны сказать нет и приложить для этого собственные усилия. Что мы предлагаем? Мы создали штаб демократического выбора Казахстана. Я приглашаю вас войти в чат активист ДВК в Телеграм, пообщаться с нашими администраторами, которые ведут чат, получить информацию, каким образом получить доступ к штабу демократического выбора Казахстана и по ссылкам штаб ДВК присылать свои программы. Очень важный вопрос безопасности. На данный момент наш штаб в состоянии работать инкогнито. С теми, кто не хочет озвучивать свои имена, мы можем работать в режиме ников, когда вы можете свои программы, свои идеи присылать в режиме неопознанных имен. Постепенно штаб, сотрудничая с вами, выстроит отношения, выстроит определенное доверие, и мы уже с вами можем работать более открыто. После моего эфира штаб демократического выбора Казахстана распространит в социальных сетях всю информацию о предполагаемых действиях демократического выбора Казахстана, контактные данные, куда нужно присылать информацию. Я сейчас обращаюсь к молодежи в первую очередь. Нынешний режим не дает вам никакого будущего. Все ключевые посты, все позиции, где вы можете проявить свои таланты, они закрыты по принципу клановому, по принципу знакомств, по принципу родственных отношений, они закрыты для профессионалов, они закрыты для умных и талантых людей, и в этой политической системе вы никак себя не можете проявить. Только новая демократическая страна, только свободная от коррупции новая политическая система, где во главе всего будет стоять конкуренция и права человека, вы можете проявить свои лучшие качества. В начале 90-х годов я сам возглавил Министерство энергетики, индустрии и торговли, когда мне было всего 3-4 года. Это был короткий период, когда шел развал экономической политики на султана Назарбаева, ему было некуда деваться, он был вынужден опереться на молодые кадры, которые проявили себя в рыночных условиях, которые сумели создать крупнейший бизнес в стране. Я был не один, нас было таких молодых много. Но на короткий период, использовав нас, стабилизировав экономику, воспользовав тем, что эта молодая волна написала новые законы, построила современные принципы управления, страны. Затем шаг за шагом но султан Назарбаев тех молодых людей, которые имели самостоятельное мнение, отстранил от власти. А все те, которые готовы были участвовать в его коррумпированных схемах, выполнять все его указания беспрекословно, не имея собственного мнения, они остались и обслуживают этот режим. Когда я руководил министерством, мне было 3-4 года, чуть моложе я был, когда руководил энергосистемой, страной, страны. Я вам скажу, что когда я пришел управлять энергосистемой страны, все, что я знал по энергетике, это как обычный гражданин, видел столбы, провода, ну и собственно, как бывший физик, я знал, какие физические процессы происходят собственно в этих электрических проводах, и все. Но главное, что я умел, я умел управлять, я был экономистом, практиком, я был рыночным управленцем. Этих качеств казалось достаточно, чтобы в короткое время провести реформы в электроэнергетике, прецедентов которого не было нигде в постсоветском пространстве с тех пор. И так было во многих отраслях страны. Моему заместителю энергетики было 28 лет, руководителю национальной компании нефтегазовой было 28 лет. Это был тот самый период, когда молодежь ворвалась во все органы управления и сумела стабилизировать экономическую ситуацию в стране. Я в 2005-2006 годах приезжал часто в Грузию, общался много с Михаилом Саакашвили и именно в тот период произошло в Грузии то, что происходило в конце и середине 90-х годов в нашей стране, а именно молодежь пришла в органы управления страной Грузии. Мэру Тбилиси было 29 лет, министру экономики Грузии было 30 лет. Я с ними со всеми общался, это были многоязычные, очень талантливые молодые люди, которые фактически в короткие сроки сумели переломить тяжелейшее экономическое положение в стране. Сейчас много говорят о реформе Грузии, но я могу сказать, что у нашей страны возможностей любых и политических, и экономических, и с точки зрения кадрового потенциала во много раз больше, Грузии. У нас очень много молодежи прошли образование за рубежом. У нас много молодежи, которые получили достаточно неплохое образование внутри страны. Эти молодые люди не могут найти применение своим талантам. Именно демократический выбор Казахстана, который реализует свою политическую программу и построит новую демократическую страну, дает вам возможность реализовать свои таланты. Мы приглашаем вас. Я уверен, что у многих из вас скрытые таланты, которые не могут быть раскрыты при этой коррумпированной политической системе. Именно вы можете изменить политическую ситуацию в стране, именно вы можете вырвать нашу страну из экономических трудностей, которые создал этот преступный режим султана Назарбаева. Он 30 лет у власти. Я хочу вам сказать, что реформы Китая были запущены в конце 80-х годов. И уже в течение 10 лет Китай буквально завалил своими товарами весь мир. Это произошло буквально меньше, чем за 10 лет. За 20 лет рабские страны, которые в 60-х годах просто ездили на верблюдах, превратились в динамичные развивающие страны. Это фактически сейчас страны, у которых один из самых высоких доходов на душу населения. И султан Назарбаев за 30 лет нахождения у власти не продемонстрировал таких качеств. Он продемонстрировал одно. Лично обогатился, обогатились его близкие родственники и обогатились те, кто обслуживает этот режим, занимая тельные посты, поддерживая до султана Назарбаева. Я обращаюсь сейчас к тем, кто занимает позиции директоров департамента, начальника управления, в Акиматах, разных гос. структурах. В национальных компаниях у нас очень потенциально хорошие компании и железная дорога, и в области нефти и газа, и компании в области сельского хозяйства. Они все обладают огромным потенциалом, потому что наша страна очень богатая. Но парадокс заключается в том, что страна богатая, верхушка богатая, а народ нищий. Мы все это изменим. Изменим благодаря вам, всем тем, кто сейчас находится во втором, третьем, четвертом эшелоне, в этих национальных компаниях, я обращаюсь к вам, чтобы вы присылали к нам программы развития, чтобы вы нам рассказывали о коррупционных преступлениях, которые совершают ваши руководители, назначенные Нусултаном Назарбаевым и его приближенными. Мы именно сейчас можем начать борьбу с ними. Именно это завтра позволит нам быстро добиться экономических успехов. В программах демократического выбора Казахстана именно не только политических, но и экономических программах озвучивается, что уже в течение четырех лет мы приблизимся по основным показателям таким странам, как Латвия, Литва и Эстония. Те страны, которые одновременно практически с нами вышли из Советского Союза. И уровень жизни в этих странах минимум два с половиной раза выше, чем в Казахстане. У этих стран нет нефти, нет газа, нет сырья, нет металлов, но уровень жизни их в два с половиной раза минимум выше, чем в Казахстане. И мы можем этого достигнуть буквально в кратчайшие сроки после того, как добьемся смены режима. У нас ясные понимания, как всего этого добиться. Я обращаюсь к правоохранительным органам, я обращаюсь к полицейским, я обращаюсь к военным. Сейчас базовая зарплата у вас 200-300 долларов в тенге. В соответствии с программой демократической выборы Казахстана буквально через несколько месяцев, как правительство ДВК возглавит страну, ваша заработная стартовая зарплата на уровне обычного рядового начнется от 1000 долларов. Вы понимаете, какие будут гигантские изменения, то есть уровень зарплат будет повышен минимум в 3-5 раз. Это буквально в первые годы работы правительства ДВК. Казахстана Мы должны еще раз объяснить, что нынешнее политическое движение ДВК будет руководить Временным правительством всего полгода. Как мы добьемся смены режима на Султан Назарбаева Временное правительство ДВК назначит своих представителей во власть министрами, исполняющими обязанности городов, областей, регионов сроком на полгода. В течение полугода будут проведены досрочные выборы в парламент и именно вы, граждане Казахстана, вы изберете своих представителей в парламент и этот парламент назначит премьер-министра и министров. Не Назарбаев назначит, а именно вы назначите через своих представителей. Вы назначите народ, источник власти именно наша политическая платформа предполагает, что назначение будет осуществлять народ, отзывать будет народ, а не Назарбаев. И через шесть месяцев будут проведены выборы за парламентские места между разными партиями. Партии Нур-Атан, КНПК и другие партии, которые являются по сути партиями Назарбаева, будут распущены. В течение шести месяцев у вас будет возможность создать собственную партию, участвовать на выборах и завоевать парламентские места в новом парламенте. И именно этот парламент как раз произведет назначение нового правительства во главе с премьер-министром. Затем этот парламент примет новые законы, которые приведут к тому, что акимы областей, городов, населенных пунктов будут избираться народом на прямых выборах. Сегодня вы со своими программами, которые отправите в штаб, вы можете уже начать работу по вашему будущему присутствию по властных структурах нашей страны. Вы можете стать акимом области, вы можете стать акимом города, вы можете стать акимом населенного пункта, вы можете возглавить национальные компании, вы можете возглавить областные системы, как здравоохранение, связанные с здравоохранением, с образованием, со спортом. Мы вам открываем такую возможность. Но открываем возможность вместе с вами, когда мы, объединившись, объединившись единой целью построить новое государство, сумеем добиться смены режима. И после этого, в тот же день, Временное правительство назначает своих представителей во власть. И, конечно же, новые выборы подтвердят, соответствуют ли вы этим требованиям народа или нет. То есть, это будет очень жесткая, конкурентная борьба. Это не значит, что движение политические, политические движения, демократические выборы Казахстана добьется смены режима и завтра все время будет занимать ведущие позиции, возглавлять власть. Нет, мы будем участвовать, как все, на выборах, мы будем народу предлагать свои программы, побеждать и добиваться того, чтобы наши представители добились парламентского большинства в парламенте, соответственно, мы избраны были правительства или наши представители были избраны акимами в разные местные системы управления нашей страной. Мы должны, как я говорю, взять власть на всех уровнях, на всех уровнях. Мы не должны допустить хаоса, мы должны добиться реформ очень быстро, мы должны объединить тех людей, которые хотят изменить страну, а это возможно только тогда, когда мы придем с командой, с большой командой на всех уровнях власти. Поэтому мы сейчас начинаем подготовку, мы сейчас ждем от вас предложений. Мы все должны понимать, что 2019 год это ключевой год. Это год, когда Насултан Назарбаев будет продвигать во власть представители своей семьи, в частности Даригу Назарбаеву. Он будет стараться назначить на должность президента. Это ключевой год, который ответит на вопрос удастся ли Назарбаеву передать власть по наследству. Мы будем монархией или мы действительно демократическая страна. мы ждем от вас предложений по развитию в энергетике, в сельском хозяйстве, в области нефти и газа, в транспорте, машиностроении, в легкой промышленности. Мы ждем от вас предложений во всех отраслях. Таким образом, уважаемые друзья, мы начинаем новую историю в развитии нашей страны. Мы формируем команду новых управленцев. Мы формируем команду тех людей, которые в состоянии построить новую сильную страну. только сильные независимые люди могут построить сильные государства. Только сильная нация, сильная своими людьми, в состоянии построить сильную экономику. Мы ждем вас, ждем ваши предложения. Мы регулярно будем проводить эфиры. Штаб демократического выбора Казахстана ждет вас, ждет ваши программы. И мы должны в этом году построить сильную команду для того, чтобы добиться смены режима. Алга Казахстан. Я завершаю свой эфир. До следующей встречи в эфире. Продолжение следует...